Музыка 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 Хорошо, давайте начнем. Устраивать быстро. Мне всего полчаса. Рассказать надо очень много. Возможно ставить время на ответы на вопросы. Скажите, все проснулись? Серьезно? Сделайте вот двумя руками вот так. Нет, вы не проснулись. Сделайте еще раз вот так. Сидите попроще, чтобы у вас кровь подлежала, немножко кислорода добавилась в голову, и вы начали думать активнее. Потому что информации будет много, я буду говорить достаточно быстро. Кто я для начала? Для начала я никогда не учился в ГУИ, я не знаю ваших высокоумных вещей про бигдаты и прочее. Я индивидуальный предприниматель. Я бывший сучредитель двух компаний. Да, я консультант игра-практик. Я веду игры. Настольные игры. И я модератор массовых мероприятий. Например, Press Today, где я обучаю искусству эффективных презентаций. То есть никогда я не был, не изучал высокие технологии, не обучался и мне никто это не закладывал. Значит, у меня было среднепрофессиональное образование, я обучился техниками в ПТУ на полиграфистов. Потом я пошел в БГТУ. Знаете такой груз? Один из сложнейших. ГУИР БГТУ. И нас учили делать механизмы. В общем, я два года учился и понял, что это не для меня, когда столкнулся с таким диким предметом, как электромеханизм. Потом я ушел в армию. Там я немножко поработал в штабе. Я работал с компьютером. Наверное, откуда и началось отряжение. В принципе, немножко был связан с компьютерами как пользователь. Тот самый юзинг. Весь мой опыт – это интернет и менторы. Откуда он взялся? Что я знал, да? Что я знал до того, как я получил инвестиции? Я знал, что такое скрипты и как поменять переберзки многостраничных изданий в полиграфии. Мне сказали, нажимай сюда, будет вот это, получишь вот это. Собственно, это я до сих пор иногда еще использую. Я умел делать флеш-презентации и флешбангер. Но там все просто, да? Там берешь кусок кодов, копируешь куда-то, ты представляешь, если работает, все хорошо. Если не работает, ты налажал. Вот. Минимально я знал, что какой сайт из CMS, WordPress и Joomla. Кто знает, как устроить Joomla или WordPress? Так мало. А остальные PHP, наверное, знают. Вот, PHP для меня – это вообще непонятная штука. У меня есть друг, который делает сайты на PHP. Я не умею. Но, тем не менее, если я задамся целью, я залезу и сделаю. Потому что сейчас у вас есть огромное количество информации, огромное количество сайтов, видеокурсов. Здесь штук пять различных академий, которые я обучаю. Я не знаю. Когда я начинал лет 18 назад, никакого разнообразия не было. Но я умел писать HTML. То есть, да, я изучил, как это делается. В блокноте даже можно написать сайт. Без всяких программ и прочих. Вот. Мое знакомство с инвесторами, оно произошло благодаря таким явлениям при Startup Weekend. Мы съездили на первый московский Startup Weekend в 2009 году. Посмотрели, как он выглядит. Привезли и через два месяца сделали в Минске свой Startup Weekend. Потом мы сделали стартап-школу. Было очень много ежемесячных стартап-школ. Сейчас, кстати, я вам рекомендую походить на них. Потому что общественное объединение одно получило громадный грант. И теперь стартап-школа проходит в каждом городе, в городе Георгии Беларуси. Там выступают такие замечательные ребята, как Саша Чеков, Кирилл, Лошин. Иногда там и Курских приглашают. Все звезды потихонечку в стартап-школу приходят. Нет очень много того, потому что там я как раз изучил те вопросы, которые вам преподавали где-то вы или как-то на примере живых, на практических примерах тех людей, которые добились чего-то. Потом началось развитие Startup-школу. Все это привело к тому, что мы учредили компанию Startup-технологий, которая занималась продвижением менеджментного бизнеса и Startup-движения в Беларуси. Благодаря нашей деятельности одно время существовала такая организация как Болин. Знаете, что это такое? Белорусская ассоциация венчурных инвесторов. За время существования мы принесли около 20 проектов на общую сумму, наверное, около 5 миллионов долларов. Но один из крупнейших проектов был, достаточно крупных, это сеть ювелирных магазинов Silver, которую выложили 350 тысяч. Была комплектомная игра за 90 тысяч, которая не вышла. Наша игра вышла. Нас вложили немного, 15 тысяч. Но, тем не менее, наша игра вышла. Об этом речь. Как мы к этому пришли? Поскольку я занимался настолками, то когда-то я создал вот такой прототип вручную, сделанный и напечатанный на принтере. То есть карточки были на цифровой типографии отпечатаны, а вот это было, денежки были напечатаны просто на цветной бумаге, которую я покупал в магазине. Коробку я брал от другой игры, обклеивался наклейкой. И вот таких наборов, да, я протестировал. Я сделал первые продажи, и за 2010 год было продано на 1200 долларов. По 60 долларов, 20 комплектов. Представляете? Вот таких, самодельцы. Причем, да, себестоимость такого набора была очень дорогая. А 30 долларов стоило сделать такой набор. Представляете, посадитесь, что еще есть. После этого мы решили с друзьями сделать более усовершенствованный полиграфический набор. И мы исследовали, и мы заняли деньги. Мы сдали свой первый продаж в виде коробки. То есть как это изменилось от того, что было на ТИПе, до того, что получилось. Мы даже приведли НТ-банк спонсоров. И мы вернули деньги. Причем, по предзаказу еще до выхода игры было продано 40 комплектов по 45 долларов. Всю эту информацию мы методично собирали и копили у себя. То есть имейте ввиду, что если вы собираетесь куда-то получать инвестиции, всю историю ваших достижений, всю историю ваших сделок храните и накапливайте на будущее. Где вы кому, что, когда продавали, сколько своих услуг, сколько часов своего времени вы потратили или вам удалось продать это в какую-нибудь фирме за какие-то деньги. Все подсчитывайте, все копите. Это все вам понадобится. Собственно, потом мы создали презентации, промо-материалы. Мы нашли команду. У нас были три девочки с надписью «Илика в нужном месте». И они выступали вместе с нами везде и всюду. Это, кстати, очень хороший способ. И за время проведения стартап-микендов, я вам скажу, я очень часто видел в следующей истории. Все ребята, которые получили крупные инвестиции за последнее время, Никита Микаго, Саша Золотарев, Юра Верничек, Женя Веркин. Ключевое отличие их всех. Они ходили на все мероприятия, которые только есть в стране и за пределами страны. Они не выбирали IT-хаус или стартап-технологии. Они не выбирали, там, не знаю, Гуир или еще что-то. Они ходили везде. Они везде рассказывали о своем проекте. Моя СС тоже Дениско Кондратович. Все выросли за эти вот, сколько уже получается, 7 или 8 лет. За это время они все выросли на очень высоких достижениях. Так вот, они ходили везде. Не вам советую ходить везде, где только можно. Смотрите, расписание всех конференций, всех конкурсов, всех выставок. Потому что неизвестно, где вы найдете того человека, который вас поддержит. Собственно, мы тоже ходили везде, собирали контакты и назначали встречи. И вот до вот этого момента, до выпуска нашей игры, мы провели более 30 встреч, где общались с инвесторами, где показывали наши игры, показывали то, что вы достигли, то, что успели сделать. Презентовали их. И в итоге нам никто ничего не дал. Из этих 30 встреч ни одного контакта, ничего не произошло. Но через какое-то время инвестор сам пришел к нам. Мы искали деньги на издание настольных игр. Но к нам пришел инвестор и сказал, давайте сделаем мобильную версию. Вот. Причем он приходил к нам три раза. К кому-нибудь из вас когда-нибудь приходил инвестор? А кто-нибудь из вас ходил к инвестору? Наоборот. Вы ходили, да? Сколько раз ходили? Двадцать пять. Раз пять мало. Надо еще. А получили ты? Ну, еще двадцать пять и получили. Ну, я сам не могу. Да, да, да. Это тоже момент. Дело в том, что чем чаще, чем вы ходите, тем больше писателей вы получили. Вот. Короче, к нам он приходил три раза. Но проблема была в чем? Мы не знали, что вот это за штука. Вы вообще знаете, что это за штука? Это типа iPad. Вот реально ни у кого в команде iPad'а не было и мы не знали, как с ним работать. То есть мы знали, что это такое, мы знали, как он выглядит. Но мы не понимали среди этого рынка, мы не понимали тех приложений, которые там установлены. Мы не знали целевой аудиторию, который использует iPad. Ну, сейчас появилась куча других планшетов, но нас конкретно на тот момент интересовал iPad. Потому что человек, который пришел к нам, это тот самый Саша Кнаревич, который сейчас немножко удален от нас. Но, тем не менее, он пришел и говорит, давайте вложим в это деньги, давайте сдадим аудиторию версии. Реально ему отказали три раза. На третий раз, два раза отказали, на третий раз он нас уговорил все-таки сделать компьютерную версию. И мы инициировали проект по созданию мобильной версии. Еще раз повторю, на тот момент никто из нас особо не разбирался ни в IT-технологиях, ни в том даже что такое iPad. У кого из вас есть iPad? Кто играл в игры на iPad? Вы видели, как они выглядят? Вот сейчас я буду рассказывать, и мы, может быть, дойдем, если успеем рассказать про те ошибки, которые мы совершили, издавая эту игру. Значит, смотрите. Разработано было за время проекта, был разработан дизайн, причем разрабатывал тот самый Женя Невкин. Вот это дизайн Женя. Да, он успел поработать у нас до тех пор, пока он развился, он тогда еще был самым начинающим студентом, поэтому у всех у вас есть шанс, кем бы вы ни были, с какого города они приехали, повторить замечательный путь и пройти от студента из Гродно до совладельца компании, которая принадлежит Facebook. То есть, у кого из вас есть фейсбукники? Вот все вы клиенты Жени Невкин. С чем я вас сегодня поздравляю? Потому что у него тупо в мессенджере, это его маскарад. Все. Настойная игра была приведена в планшетную версию, были приведены десятки тестов, и в ходе их было выявлено огромное количество вагов. Потом мы отрисовали иллюстрации, запрограммировали механику, то есть обычной нашей игры настолки, подключили игровой сервер, который постоянно слетал, и мне пришлось вручную его научиться переустанавливать. Ну, вернее, как-то, я не дал файл, я узнал, что это был файл .ht-access. Кто знает, что это? Да ладно, так мало, а остальные еще не знают, что это за дрель? Вам придется узнать, потому что, если вы будете идти на какие-то серверы, скорее всего, с этим будет проблема. Вот. Было выпущено приложение, причем, что отличало нас, мы ее издали конкретно как компания. То есть, вот наше предложение Flix, причем она была в AppStory, она была одна из 5 или 6, она была очень узкая целевая аудитория, экономических игр на тот момент было очень мало. Мы провисели в AppStory всего два года, но из-за тех ошибок, которые мы совершили, мы никуда не продвинулись. Тем не менее, нам удалось выпустить, и мы были зарегистрированы на AppStory как компания. Большинство издателей в Беларуси выпускаются как индивидуальные предприниматели, если вы не знаете. Потому что это самый простой способ выхода на AppStory. Я знаю одну крупную белорусскую компанию, которая не смогла зарегистрировать за 6 месяцев аккаунт на компанию. Не смогла это сделать. Мы за 2 месяца сделали. То есть в AppStory было зарегистрировано конкретно компания Y. Не индивидуальный предприниматель, а крупная белорусская компания, в штате которого несколько сотен человек, работала через индивидуального предпринимателя. Как вам такое подходило? Тем не менее, я могу рассказать, как это делалось в отдельном блоке, наверное, отдельном секретаре. Но тем не менее, сразу скажу, это долго и нудно. Что потребовал инвестор? Если вам понадобится какая-нибудь информация, что требовал инвестор? Так это расписать цели проекта, сроки проекта, проанализировать рынок и конкурентов. Описать рынок в числах. В нашем случае это было очень легко. Мы зашли в раздел «Экономические игры» на AppStory и нашли там ровно 4 игры. Причем 2 из них это была бесплатная и платная версия трейдмайги. Все. Даже монополия абсолютно не была представлена. Она была представлена в другом разделе. Конкретно по экономическим она не проходила. Дальше надо было описать рынок в числах. Описать рынок AppStory в числах очень просто. Как вы думаете, какой рынок в AppStory? Огромный. А? Громче? Огромный. Огромный. Там очень просто. До хрена. Это уже в принципе описание AppStory. Если из него выделить 2% экономически активного населения, то вот и все. Вот и описание. Проходите. Есть места. Можно определить возможный объем продаж. Но мы опять же сделали так, что если из до хрена 2%, из которых будет 20% покупать, то вот опять же надо оцифровать сколько примерно у нас будет покупать. Мы сразу планировали делать платные приложения. Поскольку у нас игра экономическое облучающее. Мы сразу понимаем, что это не лультиплеер, а многопользовательская. Потому что как правило если многопользовательская игра, то это таймкиллер. Что такое таймкиллер вы, наверное, знаете. Вот. Поскольку у нас маленькая в份 улиц, мы решили проверять маленькая. Значит сплатыжи с маленькими, то что способная аудитория будет работать только с ними. Мы прикинули обычную продаж, и все это уместилось ровно на 1 листик. Никаких бизнес-плат. Что повлияло на принятие решения? Так это демонстрация. Мы собрались, вот еще одно получение первых, раньше, собрались, прислупали, раньше назывался «Емайка», с той командой, которая сыграла, сделала приложение, и показали им игру, показали, насколько он увлекается, оплатывает и прочее. В оффлайне, да, в оффлайне все происходит очень хорошо. По непонятным причинам люди играют час, два, три, четыре, потом встречаются еще раз, потом звонят и просят организовать еще игру, их увлекает. Но мы тогда не знали, что в оффлайне, а в онлайне это будет по-другому. Мы видели тот процесс, который существует в оффлайне, в оффлайне все хорошо, люди увлекаются, играют и прочее. И мы показали эффект, что люди хотят сыграть еще раз, потому что после того, как мы провели первый урс инвестором, нам ребят позвонили, говорят, давайте еще раз соберемся просто поиграть. То есть первый раз мы делали демонстрацию, показывали команде, что делать, потом команда попросила просто поиграть. Мы показали деньги, чеки от продаж, то, что мы нафродавали на тот момент. Мы показали базу потенциальных клиентов, те, кто у нас был в предзаказе. Показали трекшн, показали наши странички в Фейсбуке, ВКонтакте и прочее, где люди делились фотографиями с игрой, рассказывали отзывы, как это круто, предлагали, каким играть. Что еще инвестор попросил, что он хотел видеть? В первую очередь, это знать лично вам, что нужно от проектов. Если вы этого не скажете, вы не найдете, как сказать, вы не получите никогда инвестиции. Потом, надо быть готовым работать без реоплата. Инвесторы получите по шахте от инвесторов. Но, тем не менее, программист, который сидит, ему все равно. Он скажет, что вы не знаете. Поэтому вам необходимо это изучить. Кстати, изучите еще и время на вход в проект. Знаете, такая штука есть интересная? У многих компаний есть заранее прописанный бизнес-процесс. Это код. Программист, чтобы открыть код, тратит 15 минут на открытие файла. 30 минут на поиск строчки. Еще 15 минут на понимание сути ошибки. Это все записано. И это все оцифровывается в деньгах. Каждый ваших 15 минут работы для компании – это деньги. Соответственно, открытие и просмотр кода – это все стоит, скажем, 30-40 баксов для того, чтобы найти баг. Потом ему нужно час на исправление бага и 2-3 часа на оплату. Вспоминаем среднюю стоимость программистов часа, понимаем, сколько стоит оплатить один баг. Опыт кризисного взаимодействия. В нашем случае пришлось спинать команду, которая сказала, что по факту все слишком дорого. И нам пришлось утрясать сумму доработок. Мы не вползали в ту сумму, которую нам выделил инвестор. Но мы все-таки издали в предложении и даже получили несколько выборов. Значит, допущенные ошибки. У нас есть как раз 10 минут, я думаю, что мы успели. Я успел рассказать про ошибки, хотя близко. Значит, никогда не начинайте проект, если не разбираетесь в предметах. Лучше отложите. Если у вас есть блестящая идея, вы не понимаете ничего в этом вопросе, сначала изучите. Потом начинайте. Иначе вы столкнетесь с очень громадным количеством ошибок и затрат по деньгам. Не читайте роман о планировании. Прочитайте, пожалуйста, найдите в интернете роман о планировании. Deadline называется. Для всех программистов, для всех менеджеров проектов, связанных с IT, это обязательно. Если вы хотите дальше, идите по кореянной лестнице и делайте свои собственные проекты. Никогда не берите слишком мало денег. Если вам пришел инвестор и предложил, скажем, 100 тысяч из 500 тысяч, которые вам нужны, откажитесь. Скажите нет, ничего страшного. Потому что, скорее всего, денег вам не хватит и ваш проект провалится. Как та самая компьютерная игра, в которую вы вкладывали 90 тысяч, и этого оказалось мало. Больше инвесторы вкладывать не стали, а надо получить тысяч 30-40. Не провести тестирование дизайна и юнобилити до начала кодинга. Кстати, об этом много написано именно в этом романе о планировании. Если вы сначала не протестировали на какой-то выборке, то есть тот сайт, который вам нарисовали, то когда они это запрограммируют, мало того, что это будет говно, так это говно еще будет плохо работать. Поэтому избегайте этого. Лучше сначала продумать кодинг, продумать сначала все возможные варианты. Еще же есть такая вещь, как кросс-платформенность. Помните, да? Есть еще такой алгоритмы. Так вот, если вы не продумаете алгоритмизацию вашего приложения, вам придется писать вариант под каждую платформу отдельно. А сколько сейчас на рынке есть платформ? Очень много. Давайте хотя бы три основных. Android, iOS, Android. Android, iOS и Windows все. То есть смотрите, у нас было написано конкретно под App Store. Причем, минуточку внимания. Вот конкретный iOS. А вы знаете, что с изменением iOS все приходится еще и переписывать? Теперь вспоминаем, что каждый час внесения и исправления стоит денег. И получаете, у нас проект растет на 15 тысяч в громадную сумму. И не забывайте, что вам еще необходима такая вещь, как поддержка. Если вы на аутсорсинге создали приложение, а через год поменялось iOS, то оно у вас работать не будет. И вам придется искать человека, который исправит ваше приложение. Если та команда уже развалилась, они разъехались кто в Куа, кто в Нью-Йорк, кто в Москву, то эта команда уже не сможет починить ваше неработающее приложение. Соответственно, вам придется искать новых людей. Новые люди, которые будут лезть в чужой код. Кто-нибудь когда-нибудь вправил чужой код? Как впечатление? Не очень. Не очень, да. Мне так и сказали в одной компании. Знаешь, говорит, поправим твой код, будет стоить 60 тысяч, написать новое крест-платформенное приложение 38. Что выгоднее? Не подписывать технические задания. Все, что вам нужно запрограммировать, любое ТЗ, необходимо кровью подписать. Того человека, который будет исполнять. Причем, чтобы он это видел, еще можно даже заснять на видео и фото, потому что в любом случае он потом будет говорить, что он не понял. Он неправильно вас понял, если вы сказали вкусно. Это было не так. Ваше ТЗ неправильное. Вы думали, это точка зрения. Ну, все варианты вспоминать, которые вы когда-либо говорили или вам говорили. Соответственно, подписывайте технические задания, ставьте под печать. И еще я рекомендую даже выслать по имейлу, да, себе. Потом говоришь, в письме от такого-то числа, а ты утверждал, что технические задания поняли. Будь добр, выполняй. Полагаться на менеджер со стороны подрядчика бесполезно. Позволить себе работать напрямую с командой подрядчика тоже бесполезно. Потому что у них есть собственный менеджер. И если вы работаете с подрядчиком сами, вы выполняете работу вот этого человека, который ее не делает. Соответственно, лучше всего, да, никогда не оплачивать без 100% утвержденного акта выполненных работ. Если работа вас устроила, если вы не нашли там кучу банков, и все у вас устраивает, все вам нравится, тогда можно оплатить. Не нравится, если подрядчик ищите другого. Я, например, сейчас работал над новой игрой зубрифликса, это не связано с IT, но, тем не менее, мы рисовали рисунки иллюстрации. Процесс был сделан следующим образом. Я отправлял ТЗ разных иллюстраторов. Кстати, я рекомендую вам сайт illustrators.ru. Можно найти любого иллюстратора на любую игру, на любой проект. Я отправлял ТЗ, мне присылали скетч. Если скетч мне нравится, я высыпавал более подробные требования. Потом мне присылали, как называется, эскиз. Если меня устраивал эскиз, я оплатил 50% стоимости. После этого мне присылали доработанный файл. Я его принимал, мы вносили правки. После принятия правок я просил прислать мне по слоям в фотошопе сделанный рисунок. Если я видел, что он не с шаттерстока, а он именно по слоям нарисован кисточкой, когда я заплачивал старт. И вам рекомендую поступать так, а лучше вообще не платить до конца работы. Особенно, если это ваши сотрудники. Жестко, да? Нет. Я вообще люблю по-американски думать об этом. Здесь не принято в Беларуси. Здесь принято сначала заплатить, а потом как бы плакать, что все плохо. Значит, любой план, вам надо знать, не выполним срок на 80%. Любой план требует гибкости анализа и корректировки. Чем больше будете иметь точек контроля, тем выше вероятность того, что вы все-таки уложитесь в сроки и хотя бы как-то приблизитесь к смете. Смета растет всегда примерно в 4 раза. Учитывайте это заранее. Кто-нибудь из вас делал ремонт? Это очень яркий показатель. Если вы когда-либо делали ремонт, вы знаете, что это такое. То же самое с разработкой приложения. Работа обязательно требует от закрепки KPI. Для чего вам нужен KPI? Для того, чтобы понять, насколько выполняется процесс, и вовремя контролировать, внести изменения. И KPI тоже очень хорошо подойдет, вот и как раз для этого. Для штрафов и бонусов. Если вы видите, что задание выполнено на 60%, какой смысл платить все 100 долларов? Есть смысл заплатить 60%, потому что человек выполнил работу на 60%, соответственно, и деньги, которые вы платите, должны быть уменьшены. Но если человек переработал и выполнил работу на 120%, почему бы не дать ему премию и не замотивировать его работать дальше? Без KPI вы этого, скорее всего, не увидите. В принципе, мне кажется, я уложился. У меня есть еще 4 минуты, да? Да, у нас еще есть время на вопросах. Есть ли у вас вопросы? Давайте буквально несколько вопросов. Пожалуйста. А представляете ли у вас угрозы индейских программистов или нас? Да. Я скажу так, вы, может быть, не знаете, но года 2 или 3 назад один из топ-менеджеров Непама уехал строить школу обучения программирования в Непале. Наверное, от этого не слышал? Нет. У меня есть большое подозрение, что дешевле будут программисты уйти. Потому что, представьте, для того, чтобы обогреть ПВТ, нужно построить сцены, нужно топить электричество, а там 4 бомбоковых палки и 1 вентилятор. И это офис. Еще? Тот случай, который описывает про разработки игры, к какому году? Это был 2012, конец 2012 года и практически весь 2013. В начале 2014, а нет, 2013, наверное, в начале 2014 мы, наконец, выпустили игру, она вышла в App Store, и еще несколько правок было. Всего было где-то около 30 продаж. Последний транш я решил не получать, мы сказали, верните деньги в App Store, потому что было больше геморроя с обналичиванием. То есть, вы знаете, даже если вы получаете деньги за границу, нужно 5 документов оформить, обязательно продажа сделать. Но, тем не менее, мы хотим в будущем вернуться и уже знаем, что нужно сделать, потому что мы в корне нейтрально начали работать. Мы как раз взяли, переложили карточки, как они есть. Но представьте себе, это 55 карточек, которые примыкают друг к другу по двум сторонам. То есть, представляете, сколько вариаций? Плюс у них еще 8 различных типов сделок идут по сторонам. Умножьте теперь это все, 55 карточек, соприкасающие друг с другом. И они это программировали практически каждую карточку друг с другом, то есть по номерам. А надо было совершенно по-другому, надо было выстроить алгоритм взаимодействия. Меня здесь все видео, по-моему, правильно. А? Меня здесь тимблид, нет, был всегда один тимблид, он сейчас в Испании, и все хорошо у них. Бары не продали кому, команда против другая. Еще есть у вас вопросы? Да. Говорят, что в принципе на IT-рынок желается и с целью себе уходит. Правда? Поясните вопрос. IT-рынок где? Ну, не помню, на хабрете это читал, то, что в принципе на рынке скопка есть там ввод дизайн, программирование, то есть влоги на IT-рапор программирование. Застройство работодательников? Ну, а у вас на вере для программиста. Слушайте, для программиста ничего не опасно. Я, по сути, являюсь программистом, как вы, только я программирую людей. Когда я делаю настольную игру, я программирую людей на определенные действия. То есть вы никогда не потеряете работу, вам просто надо постоянно обучаться, изучать новые тренды. Сейчас поднимается робототехник. Подумайте, что будет популярно через 10 лет. Вот мало кто из вас задумывается, да, но вы живете сегодняшним днем. Вы сегодня хотите устроить куда-то в EPUM, либо еще в IT-transition и работать чисто программировать. Но подумайте о том, что будет известно через 10 лет. Например, да, флешинг лед. На его место придет там Html5, например, да. После Html5 придет GZNB10. Не знаю, что-нибудь новое появится, появится язык программирования, который будет 3-летнему ребенку доступен. Он будет из каких-то кубиков на непонятные штуки складывать что-то интересное. Посмотрите, сейчас фильм вышел очень интересный. С этой, с Йохансом. Кто помнит название? Фриктор Слепс. Вот. Кто смотрел? Это старая лимонский мультик. Да, это старая манга, которую перейти иначе красиво сделали. Просто посмотрите на будущее, как оно будет выглядеть через несколько лет. И поймете, что программисты все равно будут нужны там столько идей, там, например, плавающие голографические киты вокруг здания. А это же тоже тренд. Это постоянно протезы, какие-то механические руки, как будут программировать, встроенные импланты. Кто-нибудь задумался о том, что надо будет программировать импланты? Носовые импланты, глаза программировались, еще какие-нибудь другие вещи. Все это будущее, которое вот скоро придет. Поэтому учитесь, изучайте, постановой тренеров и меняйте форма. Ничего не смогу, все только растет. Спасибо. Спасибо большое, Константин. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова